Александра. Давайте объясним зрителям все-таки, что происходит, и про саму процедуру бюджета. То, что приняли его в первом чтении, это говорит только, что сейчас с ним начнется основная работа. И попадает сейчас документ в комитет. И вот как раз оно должно пройти те сито и жернова, те все поправки полторы тысячи, которые пока были не учтены. Полторы тысячи поправок на триллион гривен. Там, я думаю, что появится еще одна полтора тысячи, и будет их где-то около трех. Вопрос в другом. Почему эти правки или поправки не были учтены сейчас, и будут ли они учтены еще в двух чтениях? Первое. Оппозиция, кроме того, что она приходит на ток-шоу и общается между собой и с телезрителями, реально влиять не особо как может. Во-первых, у нас до сих пор нету закона об оппозиции. Если бы Бойко, Вилку, Скорик, там, не знаю, все там, радикалы, Батькищины имели возможность, во-первых, контролировать этот бюджет, если бы у них была возможность, возглавлять комитеты. А что должна делать оппозиция? Возглавлять бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет свободы слова. У нас бы не было гонений с телеканалами, у нас бы не было каких-то притеснений и всего остального. Но если бы был реальный механизм, не просто перед телекамерой заявить, да, как стоит Лешко и говорит, мои правки нашей фракции не учтены, или там, Юлия Владимировна, мы не будем голосовать, пока не учтут наши. Да их не учитывают, потому что приносят эти фракции, сидят, работают, они ищут варианты, как его перекрыть. Думаю, что свободовцы подсказывают. Но у них нет реальной возможности, их просто отодвигают и эти правки не учитываются. Опять-таки, то, что многие депутаты не успели к первому чтению проработать этот документ, давайте понимать, этот документ будет еще фильтроваться. Это не так, как обычно под елку, под Новый год, до выключения света, до победного сидят депутаты и голосуют его в целом. Будет еще проходить вопрос, и там еще, я думаю, что в принципе будут искать эти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то более-менее всех удовлетворить. О том, что появляются статьи, которые многие, ну это действительно многотомное, ну такое серьезное, основательное издание. Там надо ни одну ночь потратить для того, чтобы понимать. И вопрос, должна быть, диалог должен быть конструктивный со всеми несогласными, и их позиции должны учитываться. Если их будут слышать, они будут давать эти голоса, которых так не хватает для голосования. Я думаю, что в принципе, то, что проголосовали в первом чтении, так достаточно спокойно себя вел и премьер, и в принципе весь Кабмин чувствовал, что у них договорена поддержка. Есть еще время, и есть еще время для договоренности, для обсуждения.